добрый день дорогие друзья меня зовут райка ирканова и сегодня я хочу показать вам самомассаж лица вы его можете делать по утрам а также вечером этот массаж он включает себе лимфодренажные техники и техники лифтинг массажа я думаю что вам он очень понравится прежде хочу сказать что этот массаж противопоказан для тех у кого высокая температура у кого высыпание на ячковые кто например болеет такими заболеваниями как эндемические заболевания щитовидной железы шизофрения открытая форма туберкулеза и так далее то есть вы должны изначально посоветовать своим врачом если он скажет что вам массаж рекомендован это очень хорошо вы можете приступать и еще одно мое важное замечание делайте пожалуйста это в границах своего комфорта не должно вам быть некомфортно больно неприятно делаем и наслаждаемся процессом начиная наш массаж мы начнем с очищения мы должны уделить максимальное внимание нашим очищаемым средствам потому что очень мягко он должен проникать и очищать каждую нашу пору массажными движениями наносим не забиваем особенно нашу т-зону там где чаще всего она покрывается сальными железами хорошие умывающее средство это прежде всего основа всех основ объясню почему если ваше умывающее средство будет содержать например судьи лаврисульфат или лаврисульфат то имейте ввиду что вы повреждаете эпидермис самый поверхностный который стоит на страже и не пропускает ничего не пыль не вирус не какую-либо грязь он разрушает липидный слой который между клетками как пазлы охраняет качество нашей кожи и тогда проникает проникают глубоко внутрь эти химические вещества они начинают разрушать липидный слой теперь все может проникнуть любой любая инфекция любой вирус и тогда начинается высыпание поэтому имейте ввиду что 50 процентов во всех высыпаниях обычно виновны некачественные умывающие средства я наношу мягко недолго не самое главное смягчить и вычистить мои задачи а а Продолжение следует... 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 После этого мы растянем мышцы шеи... Для этого мы постараемся ухом дотянуться до плеча... Когда мы дотягиваемся, в этот момент мы растягиваем платизму... Вместе с фасцией платизма растягиваются мышцы шеи... Почти достала... Следующее... С этой стороны... Делаем очень мягко... Все-таки это шея... Никакого дискомфорта. Если что-то вы почувствовали, что где-то болит или тянет, лучше остановиться. В таких случаях достаточно просто растянуть шею. Вот, уже достала до уха у меня. То есть и здесь освободилась, и здесь. Давайте теперь перейдем к верхней части лица. Сейчас мы отработаем мышцу лба, корругаторы, то есть мышца сморщиваяся бровь, морщинки отработаем межбровные и морщинки на лбу. Для этого, значит, тонер здесь уже подсох, он уже впитался, он уже проник. В этом упражнении у вас руки лежат на вашем туловище. То есть вы не держите их на весу ни в коем случае. Запомните, если ваши руки напряжены и они на весу, никогда вы не сдвинете фасцию. Если ваши руки расслаблены и работают от чего-то, от какого-то предмета, пусть это будет от вашего туловища, то фасция ваша сдвинется. То есть вот здесь она уже слушается мне. Сейчас, в данный момент, вы спросите, что я делаю. Я расслабляю лобное брюшко. Вниз, вверх. Волокна мышцы, они как раз вот расположены таким образом. Мне нужно укоротить волокна и удлинить ее. Вот таким образом. При таком релизе мягком происходит ее расслабление. Расслабление мышцы лобного брюшка. Вы почувствуете некоторое облегчение. Брови как будто бы стали легче. Теперь мы должны это все поднять наверх. Тыльной стороной, то есть именно вот этой стороной ладони, значит, мы ставим ее на наши брови. И продавливаем, чуть-чуть продавили, поддержали, но не сильно продавили, чуть-чуть совсем. Здесь представили, что у меня опора стоит какая-то, я буду поддерживать своей рукой. И теперь медленно, двигаясь туловищем, телом, я медленно начинаю уходить вбок. Вот таким образом. То есть как бы я глажу мышцы лба наверх. Глажение наверх. Посмотрите, вот видите. И мягко я иду к виску. Никаких болевых ощущений. Только приятные и релаксирующие чувства у вас должны возникать. И таким образом мы делаем 30 раз. У меня была опора, это моя рука. Это неправильно. Вы должны найти опору, например, я как сказала, в виде шкафа или в виде стенки. И можете делать таким же образом, но только с опорой. Надеюсь, это упражнение вам всем понятно. То же самое мы проделаем с этой стороной. Но так как здесь у меня нет опоры, пусть это будет моя рука-опора. Я начинаю обратно от центра. Двигаясь туловищем. Я 30 раз иду мягко, медленно, без болевых ощущений, к виску. Я могу заново еще раз пройтись. То есть поднимаемся именно с бровей. Бровь — это наша граница. Откуда начинается это движение? Точно не помню, но кажется, 30 раз я точно сделала. Продолжаем работу на тонере. Тонер еще не до конца впитался. Поэтому массаж век, именно для поднятия нависшего века, мы продолжаем на тонере. Итак, нам нужно кончиками пальчиков положить на край века, мягко, не продавливая глазное яблоко, пожалуйста. И поднимаем зрачки, как будто бы смотрим наверх, на небо. То есть примерно должно выглядеть так. Таким образом можно сделать 15-20 поднятий. Благодаря данному упражнению мышцы века сократятся и нависшее века приподнимется. Следующее мы переходим к следующему средству — это молочко. На молочко я люблю делать лимфодренажный массаж. Мне достаточно будет вот такого количества. Лимфодренажный массаж. Он должен захватывать три зоны. Обратите внимание, пожалуйста. Сгоняю сначала с верхней зоны, со средней зоны, с нижней зоны. Можно сделать по 3-4 подхода на каждую зону. И нижняя зона. Вот таким образом. Следующее упражнение — это упражнение от носогубных складок. Необходимо проделать это упражнение таким образом. Большим пальцем мы должны встать на носогубную складку, то есть большим пальцем, вот сюда на носогубную складку и проводить движение вот таким образом. То есть видите? Но для того, чтобы его провести, вам нужна будет опора. Но так как здесь у меня нет опоры, можно я буду опираться рукой. А вы у себя будете опираться об что-то. Итак, значит, ставим большой палец на носогубную складочку и мягко, без болезненных ощущений. Если вам больно, остановитесь, пожалуйста. Вот здесь мне стало больно. Я просто постояла немножко. Боль немножко отошла. То есть не должно быть вообще больно. И теперь поднимаем все кверху. То есть вы разглаживаете те мышцы, которые в этом месте образовали носогубку и ушли с пазом. Вот таким образом. Если носогубка длинная, идите до конца. Никаких болевых ощущений. Сейчас уже можно видеть, что вот здесь носогубка у меня ушла. Это же упражнение с другой стороны теперь мы проделываем. Теперь то же самое. У меня здесь опора, не рука. Как будто бы, да? И проделываем это упражнение так же. Разглаживаем нашу носогубку. При этом мы ее любим, нашу носогубку. Вытягиваем ее наверх и представляем, как мышцы начинают уходить в расслабленное состояние. Никакого спазма. Соответственно, никакой носогубки. Я дойду прямо до самой глубины носогубки. вот таким образом. И вот эта раносогубка у меня исчезла. Вы должны были это увидеть. Следующее мы наносим уже крем. и отработаем с нижней частью лица. Сначала мы его хорошо впитываем. Также давайте с лимфодренажным массажем. Пусть ненужная жидкость вместе с лизью, токсинами уходит как можно ниже с нашего лица и никогда не поднимается вверх. И здесь нужно будет отработать нижнюю часть лица вот таким образом. Значит, вот такой защип должен быть. Значит, отрабатываем на нижней челюсти, то есть на кости нижней челюсти. Вот так. Защип. Да, здесь я соглашусь, что после крема плохо, значит, мы можем схватить нашу кожу. Ничего страшного. Здесь самое главное это эффект лимфодренажа. С другой стороны. У кого плохо выражен угол молодости и объемная часть третьей части лица, мы продолжим еще раз. Вот такой массаж вы можете делать каждое утро и наслаждаться процессом. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, оставляйте комментарии и я буду стараться отвечать на них. Всего доброго. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok